Девушки отдыхают В тот день выполняли обычную тренировочную миссию, когда им приказали перехватить некий летательный аппарат. Оба наши самолета увидели объект 40 футов в длину, летающий над водой, без следа на радаре, без крыльев. Посмотри, оно вращается! В небе над Тихим океаном, близ Сан-Диего, военные летчики устроили настоящую погоню за НЛО. Оно летит против ветра, а ветер 120 миль. Оно растворилось в пространстве за 2 секунды. Это видео – настоящая сенсация. Все потому, что это не очередной любительский ролик, запечатлевший НЛО коих тысячи, а материалы объективного контроля с камеры военного самолета. И опубликованы они не кем-нибудь, а высокопоставленным специалистом Минобороны США. Вот он, Луис Элизондо, бывший руководитель программы Пентагона по изучению НЛО. В 13 лет американские военные скрывали эту видеозапись и только недавно вынуждены были признать, что долгие годы ведут наблюдение за НЛО. У этого объекта были характеристики, которыми на сегодняшний день не обладает ни один из наших или иностранных летательных аппаратов. Элизондо уверяет, на финансирование расширенной программы идентификации авиационных угроз, именно так она называется официально, американская Минобороны потратила 22 миллиона долларов за 5 лет. Так что же изучали военные, а главное, какую информацию им удалось получить? Новые секретные материалы. Почему именно сейчас Пентагон решил заговорить об НЛО? За историей, предлагаемой ЦРУ, таится нечто более масштабное. Неужели то, что скептики называют байками фантастов, на самом деле реальность? Такая огласка вызовет панику и подорвет религиозные устои. Что скрывают от нас политики и спецслужбы? О чем долгие годы молчали свидетели? Уникальные архивные документы и сенсационные признания от тех, кто видел НЛО. Смотрите прямо сейчас. Кадры воздушной атаки американских истребителей на НЛО и скудная информация о секретной программе Пентагона появились не случайно, считает исследователь паранормального Филипп Ментл. Более того, американские военные были вынуждены обнародовать видеозапись только по одной причине. О ней узнала пресса. Перед ними стоял выбор – самим рассказать о случившемся или позволить СМИ опубликовать материалы. Кажется, они все-таки выбрали первое и сами обнародовали новые данные. Пока это не сделал за них кто-то еще. Дальше всех пошел Чарльз Болден, бывший глава НАСА, астронавт, который провел в космосе почти 700 часов. Его шокирующие признания заставили задуматься даже скептиков, которые пренебрежительно называют НЛО «летающими тарелочками» и считают их выдумками фантазеров. Задумайтесь о той угрозе, которую представляют собой инопланетные силы. Мой опыт за время работы астронавтом и за время службы морской авиации говорит о необходимости подготовки к вторжению. А это кадры выступления экс-министра обороны Канады Пола Хелье перед американскими конгрессменами в апреле 2013-го. Впервые чиновник такого высокого уровня утверждает, что наша цивилизация давно имеет контакт с инопланетной. Мы живем в космосе, сотрудничая с жизнью инопланетного происхождения. Тот факт, что некоторые другие цивилизации более продвинуты, чем мы, может быть унизительным, но это может являться необходимым шагом в нашем выживании. Это невероятно, но по данным экс-министра обороны, в 60-е годы на юге СССР располагалась база НЛО, откуда 50 инопланетных летательных аппаратов совершали рейды по всей Европе. Была флотилия НЛО, которая направилась к югу, пересекла территорию НАТО в Европе, и верховный командующий войсками НАТО в Европе был потрясен. Расследование было проведено всеобъемлющее, и был составлен документ, из которого следовало, что по меньшей мере 4 вида существ посещали Землю в течение тысяч лет. Это Мексика, 2 января 2018 года. Разгар праздничного фейерверка. За пеленой облаков и дыма некий светящийся объект. Астролика уверен, ему удалось снять НЛО. Вот неопознанное тело мигает огнями, переливается, затухает и снова светится. Что это такое на самом деле? Беспилотник с подсветкой? Воздушный смей? Оптическая иллюзия? А может, банальный видеомонтаж? Или все-таки НЛО? Агрессоры или парламентеры? Что они делают в нашем небе? Если инопланетяне могут к нам прийти, то мы ничего не сможем с этим поделать. И чего от них ожидать? Так мы используем улиток французских, допустим. Так и нас будут использовать. Свидетельство очевидцев? Это рвануло. Доказательство экспертов? НЛО. Это прорыв антигравитации. Откровение тех, кто видел инопланетных существ своими глазами. Летит белый-белый равнобеданный треугольник. И показания летчика, который чудом избежал аварии с НЛО. Очень огромный такой корабль, который шел впереди на 2100 метров. Как вести себя при встрече с неведомым? А я спрашиваю, от какой планеты вы прилетели? Что знали советские ученые об НЛО и о чем молчали? Какие тайны хранят архивы спецслужб? И когда мы узнаем всю правду? Кого рассматривает телескоп Стивен Хокинг? И как подготовиться к визиту пришельцев? Смотрите прямо сейчас. Это эксклюзивные кадры. Последнее интервью легендарной советской летчицы генерал-лейтенанта ВВС Марины Попович. Нам удалось пообщаться с Мариной Лаврентьевной буквально за несколько дней до того, как ее не стало. До самого конца она сохраняла бодрость духа и ясность рассудка. Отказала сердце. Не прошли даром многолетние летные перегрузки. Вот это во время полета снято. Мадам Мик, как ее называли, знала о воздушной стихии, наверное, все. Установила 102 мировых авиарекорда. Защитила докторскую диссертацию по авиационной тематике. Лично освоила 40 типов самолетов и вертолетов. Но то, что однажды она увидела на Валдае, опытной летчице даже не с чем сравнить. Задание было увидеть и сфотографировать НЛО. Я два раза видела близко. Близко. Мимо. Я думала, что мне голову снесут. Овальный объект. Огромная скорость. Появляется и исчезает. Так говорят все, кто столкнулся с НЛО. Ранним утром 7 января 2018 года войска ПВО Московской воздушной зоны были подняты по тревоге. Причина. Над кольцевой автодорогой замечен НЛО. Скорость 200 километров в час. Высоту неопознанного объекта не смог установить ни один радар. НЛО пролетел вдоль МКАД и пропал. Затем его еще несколько раз видели в районе Карманово, возле Можайска. Но дальше никаких следов. НЛО чаще всего появляются там, где проходят испытания новой армейской техники или военные учения. Такое наблюдение сделали уфологи и признали, что возможно именно поэтому в Советском Союзе к изучению неопознанных летающих объектов относились особенно серьезно. Правительство наше, коммунистическое, приняло решение изучать, что же это такое. И для того, чтобы изучать, нужны же информации. А кто встречается? Летчики, моряки, подводники, диспетчера, которые на локаторах сидят, и военные, и гражданские. Еще в 1947 году Иосиф Сталин поручил авиаконструктору Сергею Королеву разобраться с добытыми иностранными материалами по НЛО и высказать по этому поводу свое мнение. Как позже выяснилось, аналогичное задание получили академики Курчатов и Келдыш. Проблемой НЛО в СССР занимались целые научные институты. Спецслужбы открывали исследовательские центры. Даже в главном разведуправлении Генштаба в 60-е годы появилось новое подразделение по работе с НЛО. К 70-м годам в Советском Союзе уже сформировались два параллельных направления исследований. Проект «Сетка-МО». За него отвечало Министерство обороны. Там изучали влияние аномальных явлений на работу техники и личного состава. Проект «Сетка-АН» был сформирован при Академии наук СССР и исследовал физическое происхождение и принципы развития аномальных явлений. СССР засекречивал все, что только можно было. И поэтому сейчас встает вопрос о рассекречивании подобного рода документов. Технически это у нас в нашей стране сделать не совсем просто. Потому что есть члены комиссии, это очень высокопоставленные люди. Они должны собраться вместе, провести заседание, посмотреть целую кипу документов, сказать, это не секретно, можно публиковать, а это оставляем под грифом «секрет». А это уже документальные свидетельства. Вот, например, один из руководителей проекта «Сетка», член-корреспондент Академии наук Владимир Мигулин, просит помочь с приобретением иностранных материалов по теме «Неопознанные летающие объекты». А это письмо замдиректора Института космических исследований Академии наук Георгия Нариманова в Институт высоких температур. Нариманов просит выделить специалиста для изучения неких аномальных космических явлений по проекту «Галактика» в городах Державенск и Аркалык. У героя России генерал-майора ВВС Магомеда Толбоева свои воспоминания. Однажды его сослуживец, тоже летчик, пытался догнать неопознанный объект, не похожий ни на один известный тип летательных аппаратов. Ближе подхожу, смотрю, говорю, одно за другим отказывается электронная часть самолета. Первым вышел из строя, говорит, радиационный прицел, он, говорит, полностью ослеп. Потом смотрю, говорит, радиокомпас начал крутиться, вращаться вовсю там. Потом смотрю, говорит, радио, помехи такие мощные, ух, говорит, бьет, я на минимум поставил. И ничего не вижу. Я, говорит, думаю, это последние мгновения мои, и отвернул. Влево ушел и начал как бы себя приходить. В нашем распоряжении оказался бланк так называемого информационного листа. Еще одного документа, который должны были заполнять военные, ставшие свидетелями аномальных явлений. Это донесение офицеров закрытого города Липецк-2. В мае 1981 года четверо военнослужащих наблюдали в небе над аэродромом ярко-белый эллипс с красной окантовкой. Радары аэродрома этот объект никак не зафиксировали. Завеса тайны над проектом «Сетка» частично приоткрылась только в 90-е годы, когда была рассекречена так называемая «голубая папка КГБ». В ней содержалось описание 400 наиболее загадочных случаев, включая боевые столкновения советских самолетов с НЛО. По данным экспертов, все эти документы, собранные за 13 лет существования проекта, были проданы. По одной из версий, покупателями были американцы, а заказчикам – ЦРУ. Сегодня нам известна только часть фактов, изложенных в «Голубой папке». 1984 год. Системой ПВО близ Астрахани был замечен объект, летевший вдоль побережья Каспийского моря на высоте 2000 метров и направлявшийся к государственной границе. Объект имел сферическую форму. На запросы не отвечал. В воздух были подняты два истребителя, но все попытки сбить НЛО провалились. 7 октября 1977 года первый заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Смирнов заявил, что над плавбазой подводных лодок «Волга», находившейся в Баренцевом море, в течение 18 минут кружили 9 неизвестных объектов сферической формы. Но командир базы не мог доложить об этом в штаб Северного флота, так как радиосвязь с их появлением полностью прекратилась. Когда же объекты улетели, связь была восстановлена. То, что касается именно программы сетки, она была закрыта в силу того, что посчитали, что это, собственно говоря, большей частью сказка, либо атмосферные люди. Этот сайт уфологи создали, чтобы упростить и упорядочить многочисленные свидетельства о встречах с НЛО. Любой желающий может отметить, где именно произошел контакт, описать события и приложить фото или видео. Вот загадочное свечение в ночном небе над Тольятти. Это огни над американской Вирджинией. А вот видео и фото НЛО из Германии. Впрочем, объективности ради надо признать, что не обходится и без ошибок. Зачастую люди принимают за НЛО вполне объяснимые явления. Десятки, если не сотни роликов, недавно выложили в интернет жители США с комментариями «НЛО прилетел». Картинка поистине завораживающая. А ведь это всего лишь след от ракеты «Фалькон», которую запустила компания Илона Маска. А вот кадры, снятые в районе космодрома Байконур. Короче, НЛО летит. Смотрите, люди. Голос за кадром говорит об НЛО. На самом деле, это след от взлетевшей с космодрома российской ракеты. А это видео снято недалеко от полигона Капустин-Яр. Несведущего человека такое зрелище шокирует. Что у нас? Капустин-Яр, что ли? Нифига себе. Иногда для того, чтобы распознать подвох, достаточно элементарной наблюдательности. Вот видео, выложенное в интернет с комментарием НЛО в Кемерово. Правда, инопланетный корабль больше похож на обычный мусорный пакет, унесенный ветром. А вот еще один НЛО из интернета. Неподвижно висит в воздухе, а с приближением вертолета стремительно уносится. Судя по жужжанию, это обычные насекомые. А летательный аппарат находится в сотнях метрах дальше. Просто ракурс съемки таков, что размеры вертолета и мухи кажутся одинаковыми. А этот неопознанный летающий объект, снятый в Кузбассе камерой видеорегистратора, на поверку оказался пятном на матрице камеры. Но вот вопрос. Неужели ученые и спецслужбы спускают астрономические суммы на изучение летающих пакетов, мух и прочую чушь? И все свое время тратят только на то, чтобы отличить одно от другого. В начале 2017 года ЦРУ, наконец, выложила в открытый доступ архив документов спецслужб, связанных с изучением НЛО и иных паранормальных явлений. Это 13 миллионов страниц, более 700 тысяч документов. Часть из них о зафиксированных НАСА и спецслужбами встречах и контактах с НЛО. Америка, Европа, Азия, СССР. Сообщения есть отовсюду. А это написанная в ЦРУ детальная инструкция для фотосъемки НЛО. Необходимо выставить правильные настройки, сфотографировать объект как можно больше раз и обязательно захватить в кадр поверхность земли, зафиксировать НЛО с разных точек, записать место и время съемки и позаботиться о сохранности негативов. Видно, что к НЛО в ЦРУ относятся со всей серьезностью. Тем более удивительно, что под давлением общественности ЦРУ хоть и обнародовала документы, но преподнесло их так, чтобы выставить своих же коллег наивными профанами, которые десятилетиями занимались полной ерундой. Когда ЦРУ опубликовали последнюю порцию документов, они шутили над секретными материалами и говорили, что вот тут порция документов для агента Фокса Малдера, а здесь для Данны Скали. И они выставили их на посмешище. Можно ли считать случайностью, что ЦРУ приурочила публикацию архивов к выходу на экраны нового сезона сериала «Секретные материалы» в конце января 2017-го? Спецслужбы словно стремились подчеркнуть, что рассказы об НЛО – выдумка вроде фантастического сериала. Существует определенная политика относительно НЛО. Людей, которые интересуются этой тематикой, едва ли там не умалишенными выставляли. Таким образом дискредитировалась сама тема существования НЛО. По мнению директора авторитетной уфологической организации МУФОН Джена Харзена, публикация документов ЦРУ – своего рода операция прикрытия. Намеренно обнародованы лишь малозначительные факты. Все секретные архивные материалы по-прежнему лежат в архивах, а в госархивах наверняка кучу всего можно нарыть. Наше правительство, наверное, самое закрытое в мире в плане желания и возможности делиться с населением информации. Этот кадр, взятый со спутниковой карты Google, разместил в сети один из интернет-охотников за НЛО. Летающая тарелка обнаружена прямо возле главного входа в штаб-квартиру НАСА в Калифорнии. Так что это? Здание в форме НЛО? Антенна? Быть может, еще какое-нибудь устройство? Или пришельцы пожаловали в гости к ученым и запарковали свой транспорт у входа? Невероятно, но в НАСА эти снимки комментировать отказались. Недоверчивые люди назвали бы фальшивкой даже это видео. И напрасно. Никакого видеомонтажа. Это документальные кадры испытания летающей тарелки. Отечественной. Ее назвали «Экип». Изобретение конструктора Льва Щукина. Безопасность, грузоподъемность, экономичность. Экспериментальный образец собирали здесь, на Саратовском авиазаводе. Почти по всем характеристикам «Экип» превосходит самолеты. Благодаря уникальным аэродинамическим показателям взлетать и садиться «Экип» может с любой небольшой ровной площадки. Причем не обязательно твердой. Подойдет и водная гладь, и болото. По размеру «Экип» может быть почти любым. Хоть 100 метров в длину. Правда, довести аппарат до ума конструктору Щукину так и не удалось. В 90-е годы не хватило финансирования. Разработкой Щукина заинтересовались западные спонсоры. Приезжали, знакомились с характеристиками и документацией, восхищались и уезжали. Иногда прихватив с собой копии. Можно только гадать, как несостоявшиеся западные инвесторы могли распорядиться российскими идеями и технологиями, и до какого уровня за эти годы можно было их довести. Сейчас время кармана гаджетов. Многие люди совершенно случайно снимают не то, что хотелось бы. То есть в кадры попадает и естественное испытание какой-то секретной техники. Лучше всего это все списать на НЛО. Те самые классические НЛО, которые действительно серьезно никто не воспринимает. Эти кадры снял чилиец Августин Лепе, когда испытывал над морем недавно купленный квадрокоптер с видеокамерой. Он зафиксировал белый объект, быстро снующий над водой. На замедленной съемке видно, как тот резко меняет направление, а в конце словно растворяется в пространстве. Что это было? Дефект оптики? Летучая рыба? Или автор видео всех разыгрывает, нарисовав НЛО в графическом редакторе? А может это не опознанный объект, подобный тому, что видели американские пилоты в небе над Сан-Диего? Смотрите далее. НЛО на службе в армии. Что если летающие тарелки – ничто иное, как новейшая модель военно-воздушных и космических сил? Нация, которая первой на планете подберется к инопланетным технологиям, станет доминирующей силой на Земле. О чем молчали космонавты? Почему они решили раскрыть свои тайны только после ухода в отставку? Командир отряда собрал себя. Так, ребята, все, что видели, заткнитесь и никому никогда ни о чем не рассказывать. Что земляне могут противопоставить неземным технологиям? Наше восприятие, наше понимание для них, как для нас, восприятие улиток. И надо ли нам опасаться вторжения с небес? 17 июля 1996 года самолет американской авиакомпании «Трансворлд Эйрлайнс» совершал перелет из Нью-Йорка в Париж. Лайнер едва успел взлететь, как вдруг начал стремительно терять высоту. Избежать трагедии не удалось. Эксперты говорят, неопознанные летающие объекты часто появляются перед пассажирскими лайнерами. И такие встречи порой заканчиваются катастрофой. Очевидцы и сотрудники Национальной береговой охраны заявили, незадолго до крушения прямо перед самолетом пролетел яркий светящийся шар. В сентябре 1998-го при невыясненных обстоятельствах потерпел крушение лайнер авиакомпании «Свис Эйр». Самолет вылетел из Нью-Йорка в Женеву, но спустя некоторое время пилот сообщил диспетчеру о внезапном задымлении на борту и запросил вынужденную посадку. Но через несколько минут лайнер, на борту которого было 227 пассажиров, упал в океан недалеко от канадского побережья. Опытные пилоты уверяют, даже полное отключение электричества не может привести к падению самолета. Все основные функции этой модели имеют ручной привод. Но что же тогда стало причиной катастрофы? Уфологи считают, что полет лайнера мог мешать неким аномальным силам. Но каким? Эксперты сходятся к мысли, что гибель самолета была, скажем так, предопределена людьми, которые в них летят. То есть в этих самолетах летели или какие-то знаменитые ученые, или в этих самолетах летели какие-то военные, гибель которых представляла интерес для внеземной цивилизации. Юрий Сытник, летчик с 43-летним стажем, провел в небе 22 тысячи часов. Сомнений в существовании НЛО у него нет. Он их видел лично. Первый раз еще в 1968 году. Тогда он был вторым пилотом на Ан-2. Командир отряда отворачивает вправо-влево, начинает орать что-то в воздух. Я выглянул и увидел такой сигарообразной формы, очень огромный такой корабль, который шел впереди на 2100 метров. А я внимательно разглядывал этот объект. Рядом со мной врач. Тоже он, что ж такое. Он меняет резко курс, подныривает, становится сбоку, справа идет рядом с ним, подныривает под нас, выходит слева, потом впереди. То есть это продолжалось на протяжении, может быть, там, 7, 8, 10 минут. НЛО скрылся из виду так же неожиданно, как появился. А в нештатной ситуации экипаж доложил командованию. Реакция начальства была неожиданной. Ну, командир отряда сказал, так, ребята, все, что видели, заткнитесь и никому никогда ни о чем не рассказывать. Хотите летать? Значит, помалку. Мы же каждый год проходим комиссию, и если мы увидели то, что все остальные не видят, то, значит, мы не совсем нормальные люди, и нам просто прекращали доступ в небо. Юрий Сытник – заслуженный пилот России. Как не поверить его словам? Он считает, что неопознанные летающие объекты могут иметь как земное, так и инопланетное происхождение. Общение там при помощи покачивания крыльев, или там переводишь самолет в набор или на снижение, и когда он начинает повторять все это, понимая, что там разум присутствует, он тебе дает понять, что он тебя наблюдает, и он как бы с тобой взаимодействует. По словам Юрия Сытника, НЛО видели многие летчики, но если их и обсуждают, то только между собой. Даже солдаты срочной службы или там офицеры, они дают подписку. Такую же подписку в свое время и я подписывал, а не разглашение того, что я увидел. Поэтому мы помалкивали. Это кадры из США. Перепуганные рыбаки на катере на всех парах несутся подальше от странных огней над горизонтом. Какие версии? Что это? Освещение буровой вышки? Сигнальные лампы вертолетов? Квадрокоптеры? Вторжение инопланетян? Или испытание секретной военной техники? Вот похожая картина только с Украины. Несколько огней висят в воздухе. В интернете в комментариях к этому видео развернулись бурные споры. Кто-то отстаивает версию с НЛО. Другие предположили, что это китайские фонарики. Нашлись и такие, кто считает эти огни световыми мишенями для стрельб ПВО. Даже называют модель. Светящаяся авиабомба САП-500 состоит из семи факелов на парашютах. Но вот еще одно видео. И снова огни в небе. Только на этот раз все снято не над украинскими степями и не над пустынными океанскими просторами, где действительно могут проходить учения ПВО. А в США, над одним из городов в Северной Каролине. Боже мой, посмотрите на это. Этого человека зовут Ник Поуп. Он бывший сотрудник британского Минобороны. Его экспертная специализация – НЛО. По словам Поупа, этой теме уделяется самое серьезное внимание на самом высоком уровне. Каждое сообщение о неопознанном летающем объекте тщательно изучается и проверяется военными специалистами. По поводу таких явлений у нас была типичная формулировка. Мы говорили, что НЛО не угрожает национальной безопасности. Такую формулировку мы сообщали в британский парламент, в британские СМИ, ну и общественности. Но в действительности все было немного по-другому. Это не та информация, которой можно делиться с общественностью. Что же получается? Военные эксперты пользуются своим положением, чтобы успокоить общественность и власти? При этом сами до конца не представляют, с чем имеют дело. Иногда пилотам удавалось подобраться достаточно близко, чтобы рассмотреть эти объекты. Таким образом было обнаружено немало странных объектов. Воздушные суда треугольной формы, в форме диска, ну и тому подобное. Что это за непонятные дискообразные объекты? Может, те самые русские летающие тарелки, изобретение Льва-Щукина, ставшее на службу одной из западных армий? И что за воздушные суда треугольной формы? Кстати, почему-то именно треугольные НЛО в уфологе называют одним из самых распространенных типов неопознанных летающих объектов. Треугольник, вот это, по моим данным, это самолет, скажем, но с особой системой двигателей. То есть самолет может зависать, может вращаться на месте, может становиться невидимым. Конечно, можно все это назвать плодом фантазии охотников за НЛО. Но вот свидетельство человека, которого уж точно не заподозришь в склонности к фантазиям и легкомысленности. Космонавт Павел Попович, командир космического корабля «Союз-14», дважды герой Советского Союза. Мы летели из Вашингтона в Москву на самолете на высоте 10,5 тысяч метров. Я сидел у иллюминатора, я посмотрел, и меня глаза на лоб полезли. Градусов 10 чуть выше нас летит белый-белый равнобеданный треугольник. Я закричал, заорал, к экипажу бросился. И, значит, определили, что одна сторона примерно около 100 метров. Что это было, мы так объяснений не нашли. Военный чиновник Ник Поуп хоть и вышел в отставку, но по собственному признанию до сих пор участвует в работе с секретными архивами британского Минобороны. Он и сейчас имеет право рассказывать далеко не все, что на самом деле знает об НЛО. Для утаивания некоторых секретов есть свои причины. Возможно, такая огласка вызовет панику и подорвет религиозный устой. И в нашем и так неспокойном мире разгорится религиозная война. Ник Поуп не исключает, что Пентагон уже давно установил контакт с пришельцами. Но эта информация хранится в строжайшем секрете. К примеру, в США многие люди утверждают, что правительство знает все об НЛО с 1947 года, когда, предположительно, инопланетный корабль разбился близ Розуэлла. Но президент никак не может пойти и сказать, мы обнаружили инопланетян 70 лет назад. И все это время мы лгали вам на этот счет. Возможно, Пентагон замалчивает, что контакт с инопланетным разумом состоялся из вполне земных соображений. Военные опасаются политических последствий такого признания. Если эти данные будут опубликованы, то в Америке начнется ситуация, которая так и называется «вотергейский скандал космических масштабов». Или даже его, наверное, называют «космический отергей». То есть станет ясно, что Вашингтон на протяжении почти 70 лет обманывал американской общественности. Это породит очень огромное недоверие к существующим институтам, политическим институтам американской демократии. Самое невероятное, не исключено, что и в Пентагоне не знают, что за странные объекты и аномальные явления мы наблюдаем в небе. Правда, если это не корабли пришельцев, то что тогда? Существует не менее трех десятков версий происхождения НЛО. Может быть, это путешественники во времени или существа, живущие сразу в нескольких измерениях и то и дело заглядывающие в нашу реальность. А может быть, это абсолютно земные цивилизации, которые, к примеру, живут где-то под океанами или глубоко в земной коре. Мы живем с вами на поверхности Земли и с этими жителями вот так вот каждый день не встречаемся. Эти кадры сняты активистами движения «Космопоиск» осенью 2015 года возле деревни Щекутово в Павлово-Посадском районе Подмосковья. Местные жители сообщили уфологам, что видели в этой области падение двух неопознанных летающих объектов. Один, судя по описанию, был похож на метеорит. Второй выглядел как два сцепленных светящихся шара. Сначала летел медленно, но затем резко увеличил скорость и полетел вниз. Фотографии места падения сделаны с квадрокоптера. На участке земли диаметром около 70 метров деревья вырваны с корнем, часть из них сломана у основания. Некоторые обожжены. На березах по краям участка на высоте 5-6 метров следы механического воздействия. И это явно непоследствия тушения лесного пожара или торфяника. Об этом говорит положение поваленных деревьев в сторону горения. При этом они не спилены и не срублены. Вот это рвануло. Уфологи уверяют, произошедшее не может быть результатом человеческого воздействия. Ведь на месте завала обнаружены полтора десятка трупов животных. Скорее всего, это случилось моментально, в одну секунду. Но что именно произошло? Как реагировать на появившееся НЛО? Опасны ли они? И что делать, если над головой появляется, например, вот такое? Это еще одно видео, снятое активистами «Космопоиска». Светящийся объект над лесом похож по описанию на НЛО, который повалил деревья под Щекутово. А этот странный цилиндр над Краснодаром? Гирижабль? Облако? Клубы дыма? Не похоже ни на что. Кадры из Ростовской области. Свечение будто след ракеты. Только снято это прямо над домом в городе. В широкой публике становится известна лишь малая часть подобных случаев. Какие-то инциденты просто остаются незамеченными. Некоторые не успевают снять. Другие свидетели, или как их называют уфологи, контактеры, предпочитают молчать. Психологи выделяют три типа контактеров. Первый тип людей, у которых явное пси-изоболевание. Второй тип, которые хотя бы очень известны, что это контакт, они фантазируют. И третий тип, который на самом деле, что-то с ними случилось. Что? Непонятно. Генерал-лейтенант ВВС, доктор технических наук Марина Попович, тоже много лет не распространялась насчет своих контактов со странными существами во время одной из поездок на Памир. Прославленная летчица понимала, после таких разговоров о дальнейшей военной и научной карьере можно будет забыть. Знаете, трепетные чувства, потому что это же похож на человека. Просто очень большая голова, очень большие глаза. Мало того, не мигает. Вот так как глядит, сразу столбенеешь. За время поездки на Памир Марина Попович видела эти создания неоднократно. Что это были за существа и откуда они взялись, ей неизвестно. Но местные жители называли их пришельцами. Они появлялись в горах. Причем, как правило, или рано утром, или поздно вечером. Они похожи, знаете, на лилипутов, я бы сказала. Они не высокого роста, ни одного высокого, как вы, я не видела. Очень хорошие улыбки. Мне кажется, там у них зубов полный рот. Потому что когда улыбались, я даже хотела один раз посчитать, сколько же у них зубов. Десятилетия спустя после этой встречи о пришельцах и НЛО известно немногим больше, чем в 60-е. То есть практически ничего. Но свидетельств их существования значительно прибавилось. Так что же это за странные существа? Как они связаны с НЛО? Смотрите далее. Четыре пальца, чешуя вместо кожи и высокий рост. Инопланетяне среди нас. Можно ли отличить природную аномалию от НЛО? И по каким параметрам распознать пришельца? Честно говоря, если инопланетяне могут к нам прийти, то мы ничего не сможем с этим поделать. Незваные гости на космической станции. Что за неопознанные объекты пытаются пристыковаться к МКС? Зачем российский миллиардер и британский физик тратят астрономические суммы на поиски внеземной жизни? И зачем вообще искать контакт с внеземным разумом? Кому это выгодно? Вся эта тематика на сегодняшний день имеет гриф выше всех уровней секретности. Правда ли, что НЛО похищают людей для экспериментов? Как будет выглядеть гибрид человека и инопланетянина? И где с ним можно встретиться? У них есть две ноги, две руки, голова, шея. Для чего инопланетный ковчег «Сокол Тысячелетия» пожаловал на земную орбиту? Смотрите прямо сейчас. Инопланетяне давно живут среди нас. Так считает Роберт Бигеллоу, основатель компании «Бигеллоу Аэроспейс», одной из ведущих в космической отрасли. Официальный партнер НАСА Бигеллоу вложил в космические разработки сотни миллионов долларов. Его компания – одна из основных поставщиков модулей для МКС и участник создания станции будущего «ЮЛА». И этот человек рассказывает нам о пришельцах. Они прилетали несколько десятилетий назад и до сих пор находятся на Земле. Но если его предположения верны, то как тогда распознать инопланетного гостя? По каким признакам можно отличить пришельцев от обычных землян? Уфологи уверяют – это совсем несложно. Кожа может быть другого цвета, чем у людей. Либо серая, либо серо-зеленоватая. Очень похожая на людей. Единственное – высокого роста, с абсолютно гладкой кожей. Эти слова подтверждают люди, которые, по их мнению, имели контакты с инопланетянами. Они описывают пришельцев, как человекоподобных существ, внешне ничем от нас не отличающихся. У них есть две ноги, две руки, голова, шея, два глаза, два уха и рот. Ведь выглядят абсолютно как мы. Это может быть мой или ваш сосед по лестничной клетке, друг или кто-то еще. Они говорят на нашем языке и живут среди нас. Но если пришельцы действительно среди нас, то почему они скрываются и лишь наблюдают? Существует гипотеза – причина присутствия инопланетных рас в особенностях нашей планеты. Вопрос сохранения биосферы Земли волнует не только человечество. То есть они здесь, чтобы предотвратить наше уничтожение. Но каким образом они это делают? Они воздействуют на ключевые фигуры, на политиков, на президентов. Их воздействие может даже не фиксироваться самим человеком, потому что своего рода он может находиться как кукла на нитке, вот у кукловода, который не заметен для самого человека. По мнению многих исследователей, пришельцы не только давно живут среди людей, но и проводят над нами опыты по скрещиванию. Например, Адемар Хосе Гевар, бразильский уфолог и специалист по внеземным цивилизациям, уверен, многие свидетельства людей о том, что их похищали пришельцы для опытов, не выдумка, а факты, которым просто не придают должного значения. Пришельцы похищают людей, и в 90% таких экспериментов они берут мужское семя и женские яйцеклетки. Пришельцы проводят эксперименты с нашими генетическими материалами и объединяют его со своим, в результате чего рождаются гибриды. Исходя из этой гипотезы, человечество само по себе является как бы генетическим материалом для экспериментов, так же, как люди используют лабораторных мышей. Но каких результатов хотят добиться инопланетные ученые? По мнению Хосе Гевара, эти опыты могут иметь несколько целей. Возможно, они хотят создать более совершенный вид путем скрещивания и таким образом населить какую-нибудь неизвестную нам планету. Хотя есть мнение, что мы им нужны для спасения собственного вида. Они потеряли способность к размножению, и их генофонд умирает, и поэтому они используют человека, чтобы сохранить свой вид, пусть и не в чистом виде. Светящиеся точки в ночном небе, облака необычной формы. Немного фантазии, и вот уже повсюду звучат заявления об инопланетном вторжении. Эти кадры сняли туристы на Эльбрусе. Что это? Вроде бы облако. Но почему такой странной формы? То ли гигантская медуза, то ли летающая тарелка. И что у нее защупается снизу? Уфологи предупреждают. Лучший способ замаскировать НЛО – сделать его похожим на знакомый человеку объект. Это кадры из США. Небо словно скальпелем разрезано на две части – освещенную и темную. Как такое может быть? Что это? Редкое природное явление? Или, как поспешили заявить некоторые уфологи, гигантский полупрозрачный НЛО? Или вот снова США? Съемки камеры в Йеллоустонском национальном парке. Странный сверкающий шар вылетает из-за деревьев. На этих кадрах из Казахстана действие происходит уже днем. Видимость идеальная. Никаких бликов. Мальчишки гонятся за непонятным предметом, летящим почти над самой землей. Метеорологический зонд, воздушный змей, надувной шарик. Только вопросы, ответов нет. А что на этих кадрах? Расплывчатый силуэт самолета? Ступень ракеты? Если не НЛО, тогда что это летит? Идентификацию подобных объектов затрудняет то обстоятельство, что военные ведомства разных стран практически не сотрудничают друг с другом по вопросам НЛО, не обмениваются полученными снимками, информацией, нет единого каталога и параметров. Одна весьма важная причина, почему правительство занимается изучением НЛО, это приобретение новых технологий. Если какие-либо из них действительно окажутся неземными, ясно, что такие технологии будут на порядок выше наших собственных земных технологий. И та нация, которая первая обретет их, получит огромное преимущество. Один из главных источников регулярных сенсаций на тему НЛО – камеры, установленные на Международной космической станции. Вот в объектив, направленный в сторону земной поверхности, попадает неопознанный летающий объект. Может быть, это все-таки метеорологический зонд? Но вот перед объективом проносится еще один непонятный объект. Спутник? А что вот это такое? Астероиды? Может, куски космического мусора? Или, как твердят сторонники теории инопланетного вмешательства, это космический корабль пришельцев? Вся эта тематика на сегодняшний день в общем и целом имеет гриф совершенно секретный. И даже более того, иногда говорят о том, что она имеет гриф выше всех уровней секретности. Сам по себе феномен довольно хорошо известен и изучен. Вопрос сегодня стоит в другом. Факт признания его высшим политическим руководством. Вот тогда, когда государственные органы признают факт существования этого феномена, вот тогда и наступит, если хотите, другая внутриполитическая и даже международная ситуация на нашей планете. Взгляните на эту запись с камеры на шлеме космонавта МКС. Вот в кадр попадают какие-то странные точки. На протяжении нескольких минут, пока члены экипажа работают в открытом космосе, мимо них проносятся непонятные предметы. Мы снова задаемся вопросом, что это такое может быть? Неопознанный космический мусор? Или, как шутят пользователи интернета, лишние детали, отлетевшие от МКС? Уфологи, просматривающие записи с камер, установленных на МКС, в какой-то момент подметили, что видео, выложенное в интернет, стало подвергаться своеобразной цензуре. То угол обзора камер изменится, то трансляция вдруг прекратится. Что произошло с камерами? Представители НАСА не горят желанием отчитываться перед общественностью и пытаться как-то эти записи объяснить. Поэтому вполне логично, что вдруг появляется кто-то, кто в самый неподходящий момент заслоняет камере обзор, если в поле зрения возникает что-то необычное или же сужает обзор, чтобы невозможно было увидеть, что же за объект все-таки проходит мимо. А вот съемка инфракрасной камеры на вертолете чилийского ВМФ. Согласно официальному отчету чилийских летчиков, неопознанный летающий объект попал в объектив камеры случайно, ведь ни на одном из радаров его вообще не было видно. Вертолет и НЛО летели на одинаковой высоте, примерно 1400 метров. Взгляните, этот объект состоит из двух соединенных шаров. В какой-то момент инфракрасная камера фиксирует, что объект оставляет за собой непонятный след. Съемка НЛО велась более 9 минут. Затем пилот получил приказ возвращаться на базу. Эти кадры чилийские военные изучали более двух лет. В итоге единственное, что смог сказать по их поводу, руководивший расследованием чилийский генерал Рикардо Бермудес, мы не знаем, что это было. Мы знаем точно, чем это не являлось. А это видео среди неравнодушных к теме НЛО вызвало настоящий переполох. Нечто, напоминающее своими очертаниями космический корабль, медленно приближается к МКС. Уфологи объясняют, живя в бесконечной вселенной, в которой бесчисленное множество галактик и планетных систем, не стоит с порога отбрасывать возможность контакта со внеземным разумом. Правильнее готовиться к любому развитию событий. Честно говоря, если инопланетяне могут к нам прийти, то мы ничего не сможем с этим поделать. Межзвездные технологии, имеющиеся в распоряжении у более развитых цивилизаций, опережают любые земные технологии. Даже не на сотни, а на тысячи лет. Это будет то же самое, как если бы кучка муравьев пыталась противостоять человеку, который наступает ногой на муравейник. Уфологи всех стран пытаются донести, пришельцы давно живут рядом с нами. Просто уровень развития земной цивилизации настолько ниже уровня пришельцев, что мы даже не поняли, контакт с внеземным разумом уже состоялся. Допустим, мы взяли телевизор и поместили его в птичье гнездо. Птички, безусловно, будут видеть, чувствовать, биться клювом об инородный предмет. Но о его действительном предназначении они никогда ничего не узнают. В конце 2017 года ученые обнаружили на небольшом по космическим меркам расстоянии от Земли странный объект. Сначала астрономы нарекли его кометой, потом переквалифицировали в астероид. Длина Оумуамы, так назвали этот объект, 400 метров. Толщина 30 метров. Оумуамы летит по странной траектории, не совсем похожей на движение по орбите обычного астероида. Необычная траектория Оумуамы и его сигарообразная форма, больше подходящая для космического корабля, чем для астероида, наводит астрономов на мысль о его искусственном происхождении. Исследовать объект решили участники проекта Breakthrough Listen, российский миллиардер Юрий Мильнер и легендарный астрофизик Стивен Хокинг. Возможно, где-то в космосе представители разумной жизни наблюдают за огнями на нашей планете, понимая, что они означают. А может быть, наши огни светят в безжизненном космосе. Оумуама лишь один из объектов, который планируется исследовать в рамках проекта стоимостью в 100 миллионов долларов. Знаменитый астрофизик и российский миллиардер уверены, эти траты не будут напрасными. И, возможно, однажды мы получим научное подтверждение, что мы не одни во Вселенной.